Друзья, ну вот по поручению руководителя клуба Квант, я тоже являюсь как бы членом клуба Квант, разрешите наше мероприятие «Слют-19» радиолюбителей Тамбовской области плюс всех гостей считать открытым и начнем нашу работу. Ну, во-первых, друзья, поступило такое предложение помянуть наших радиолюбителей, которые ушли у нас в прошлом году, и вот в этом году тоже, к сожалению, очень много людей у нас ушли от нас. Минуты молчания просто. Спасибо. И по старой традиции, коль мы находимся на Сосновской земле, я предоставляю слово председателю Сосновского районного совета Вячеславу Михайловичу Семикину. Добрый день, уважаемые участники Слета. Хочется вас поздравить с вашим праздником от леса администрации, от района Совета народных депутатов, от себя лично. Людей, увлеченные радиоспортом, прошедшие невзгоды, перестройки, но оставшие верны своему делу. Вы начинали с простейших ламповых передатчиков и дошли сейчас до современной такой техники, когда вы брали всего 25-30 километров, сейчас, как вот сегодня я узнал в разговоре, тысячи-тысячи километров. Хочется вас поблагодарить от лица нас, простых слушателей, когда вы были в 60-е, 70-е, 80-е годы, так называемые, крутили музыку для нас, когда приемник ВЭФ и Океан был у каждого мальчишки, и мы слушали вас, ваш позывный простор, возник или тюльпан. Поэтому хочется пожелать, чтобы ваши голоса в эфире раздавались долго-долго, и чтобы вы привлекали молодежь, я вижу, она и есть. Отвлекая их от такого инертного, как интернет, а именно активный, когда вы общаетесь друг с другом, с вашим таинством. Поэтому с праздником, дорогие, здоровья вам и долгих лет жизни! Ну и второе слово по традиции, это главе Дегтянского сельского совета, это Краснословодцев Александр Федорович, тоже наш родолюбитель, все его прекрасно знаете. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, гости, которые сегодня нашли время приехать сюда, в этот уютный уголок природы, Дегтянской земли. Хочу пожелать вам активного отдыха, приятных и запоминающихся встреч, чтобы вы, вот этот момент, который вы здесь проводите, чтобы он запечатлелся в памяти на долгие-долгие годы. Мы ведь здесь встречаемся уже в девятнадцатый год, это в девятнадцатый раз, это не такой малый срок, я думаю, что вот те радиолюбители, которые здесь присутствуют, помнят себя тридцатилетними, сорокалетними, а сегодня уже многие стали такими зрелыми, очень опытными радиолюбителями. Хочу, чтобы вы запомнили этот день, хочу, чтобы вы тех детей, которых сегодня вы приобщаете, сегодня здесь присутствуют, чтобы они стали последователями нашего радиолюбительского отдела. Но мы заверяем, что всегда готовы вам предоставить эту территорию для проведения следующих слетов. С праздником, с девятнадцатым слетом радиолюбителей! Да, вот так вот быстро, да, как бы пролетело, девятнадцать лет, девятнадцатый слет, на следующий год уже двадцатый будет юбилейный слет. Очень интересно, и вроде бы хорошо, что ведется вот хроника, вся такая в том виде, который она есть на сайте R3R. Огромное спасибо вот как раз администратору этого сайта, который создал в 2001 году, по-моему, да? Да? В 2001 году сайт был создан, и вот до сих пор ведется сайт клуба «Квант» непосредственно, на котором отражаются все события, все дела. Ну и теперь, наверное, мы приступим к награждению, как всегда, и приятной миссии, да. И хочется начать с таких, с больших заслуг, которые у нас. Я вкратце немножко так вас проинформирую, кто не читал наши новости. Значит, в этом году наша команда от Стамбовской области ездила на полевой день на коротких волнах в первых числах июня. И по итогам этих соревнований, называется, «Филдэй» и «Ару Первый регион» телеграфом работали, наша команда заняла первое место. Ну, в мире это утрировано сказать, но все равно. Может, даже и в мире, потому что мирового зачета нет там такого, как получается. Значит, хочется поздравить нашего почетного радиолюбителя, который на протяжении, вы и все прекрасно его знаете, на протяжении всех лет активно принимает участие во всех мероприятиях, двигает нашу, наш спорт, наше хобби в Тамбовской области, представляет команду нашу Тамбовской области. И вот за все эти заслуги, значит, Союз Родолюбителей России ходатайствовал перед Министерством о присвоении ему почетного звания. И называется это почетное звание «Почетный радист». Это Расулов Вектор Рудольфович. И вот от клуба «Квант» руководитель Самойлов. Это долг. В 2017 году ты самое большое количество киевсов провел вне активности. Там был приз. Вот три года его сюда возим, тебя не поймаем. Ну вот видите, приятно, когда призы находят своих обладателей, несмотря на такую протяженность времени. То есть человек работает постоянно на протяжении. И у нас, кстати, на коллективной радиостанции очень много осталось призов, которые не востребованы. Там и медали, и дипломы. Но, похоже, люди с этим, наверное, завязали. Они ни на слеты не приезжают, нигде не появляются. Поэтому найти их как-то очень трудно. И те активные товарищи, которые здесь присутствуют с районов, тоже не могут нам объяснить, куда они пропали и что они делают. Ну ладно. Это, как говорится, немножко грустно было. Дальше у нас идет награждение. Да, давай. Значит, приятная тоже миссия – это вручить кубок за чемпионат Тамбовской области радиосвязи на УКВ в 2019 году. И занял у нас чемпионом Тамбовской области радиосвязи на УКВ стал Антонов Сергей Владимирович. Радио 3, Радио Василий. Все тот же человек, который, в общем-то, и не хотел, как он говорит, особо занимать первое место, но показал самые высокие результаты. И вот главе председателя Сосновского района мы вручаем этот кубок. Они его вручат Сергею непосредственно на своем мероприятии, на районном. Как у нас было и в предыдущие годы? Спасибо. Действительно. Дважды мне пришлось вручать кубок Антонову на день. Прошлый у нас год был юбилейный, 80 лет району. И на день физкультурника, позапрошлым году. В этом году, наверное, день физкультурника. И когда он рассказал детям, как он с кем связывается, у детей были глаза шире. Очень-очень были удивлены. Поэтому большое спасибо. Мы передадим ему принародно. Да, и тут еще ему как раз две медали за те же соревнования. Значит, знаете, что там у нас много категорий по чемпионате по УКВ. И, соответственно, вот первое место он тоже занял в категории один оператор 144 МГц. И в категории один оператор многодиапазонный зачет. Вот эти вот две медали тоже для него. Дальше у нас по протоколу. Это чемпионат Тамбовской области. Чемпионат Тамбовской области радиосвязи на УКВ. Значит, Антонову мы уже вручили. Как бы второе место в группе один оператор все диапазоны. Соловьев Сергей Васильевич, РЗ-3РЗ. Есть, Сереж? Да. Диплом и медаль за второе место. Диплом будет позже. Да. И еще, значит, категория Б. Это среди Тамбовских радиостанций. Второе место в отдельном зачете среди Тамбовских радиостанций. Еще есть. Еще есть. Еще есть. Так, Сергей, не отходи, потому что тут еще, значит, есть для тебя награды, чтобы несколько раз не вызывать. То же самое чемпионат Тамбовской области радиосвязи на УКВ. Третье место. Диапазон 144 МГц. Поприветствуем, друзья. Так, и еще одна медаль. Ну вот, кто активно не работает, они все железки собирают. Чемпионат Тамбовской области радиосвязи на УКВ. Первое место. Одно диапазонный зачет 432 МГц. Вообще, как активные ради... Как активные ради любители. Наверное, уже давно знаешь, что Сергей УКВ занимается давно. И у него сейчас новая, так сказать, фишка, хобби. Это связь через спутники на УКВ. Так, продолжаем. Значит, тот же чемпионат Тамбовской области радиосвязи на УКВ. Третье место. Демидов Владимирович. Радио 3. Галина Сергей. Работа. Ну, Владимира все вы знаете, он на слет приезжает у нас практически каждый год. Наверное, каждый год, да, Володя? Каждый год. Вот, за что ему большое спасибо. Значит, работает в УКВ соревнованиях, он очень активно. Работали мы на полевом дне УКВ, и постоянно его слышно было. Постоянно. На всех диапазонах? На всех диапазонах, да. Не поменьте сильно, не что-то поделать. Так, и, значит, за эти же соревнования в категории 1 оператор, все диапазоны. Третье место то же самое. Владимиров. Можно идти? Значит, мы просим извинить за то, что мы не вручаем к этим медалям дипломы. Дипломы готовы, но они просто не подписаны. Потом уже, впоследствии, разошлем уже всем участникам-победителям. Значит, категория 1 оператор, диапазон 144 МГц. Второе место. Макуси Михаил Алексеевич. Извиняюсь, если ударение неправильно. Макуси, Роман, Тамара, Три, Галина. С Липецка кто у нас есть? Были, ребята? Да. Второе место. Вот активно работает. Да, да, да. Спасибо. Так, следующее. У нас 1 оператор, диапазон 432 МГц. Это Головин Андрей, радио Дмитрия Тризина и Данна. Ну, Белгород никого, наверное, да? Представителей тоже нету, по-моему, да? Смотри сюда. Вышли по почте туда. Для РД-3 ЗАТА, но я через месяц. Так, 1 оператор, диапазон 144, вид работы только ФМ. Первое место у нас занял Окарков Олег Витальевич. Роман Зои, Три, радио. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, очень приятно. Все-таки родолюбительский круг, он такой очень тесный и общительный. Кажется, что в нашей стране много их, да? Их в то же время мало. Однако, вот, товарищи говорят, встретимся, передадим. Нет проблем даже вот с Белгородской области, что очень радует. То есть, персональный контакт еще никто не отменял. И наше хобби только сплочает и сближает людей. Смотри, радио Павел Сергей. Есть? Передать кто может? А, идет! А, идет! А, идет! Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Молодцы! Одиннадцать! 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 У нас тут есть и побольше. Спасибо! 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 Идти почетное! Спасибо! Спасибо! Только могли бы, без педали, полы не дали! Задержим, протоколим, где потом. Итоги и награждения за прошедшие соревнования, которые проводит радиоклуб «Квант». В восемнадцатом году, в ноябре, прошли соревнования с Зоей, посвященные Зоей Александра Космодемьянских. В подгруппе один оператор 144 МГц, первое место занял Кармаков Юрий, но медалька была уже ему вручена. Так, дипломчик, дипломчик, диплом, диплом. Ра-4 фут. Да, Ра-4 фут. Но есть диплом. Держи. Спасибо. Молодец. Так. Это Пенза. Это Пенза, да, это Пенза. Далее. Второе место. УА-3 радио киловатт-киловатт. СОПен. Это у нас Уварова. Есть кто-нибудь из Уварова? У Уварова, к сожалению, никого нет. Ну... Так, далее. Третье место. Это Ра-4 ФБЖ, также Пенза, Бабышин, Алексей. Медаль была вручена. Юра, дипломчик возьми. Так. Передай Алексею большое спасибо за участие. Да. Не-не, подожди, он здесь. Он здесь. Все-все, спасибо. Ага, он здесь. Так. Дальше. Подгруппа один оператор, много диапазонов. Тюняев, УА-3 Руж. Медаль. Давай, давай. Ага. Я упустил, но я это исправлю. Поактивнее хлопаем. Спасибо. Абсолютно за счет среди радиостанций других регионов. Ра-4 Фуд, Кормаков Юрий. Опять Юрий. Как его нет? Он есть. Пенза. Ага. Молодец. Молодец. Тут же написано. Прошу прощения. Ой, забывай. Так. Р4 ФД, Стрелков Алексей. Третье место. Третье место. Леша, ты здесь. Плавок! 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 Р4 ФД. А, уже отбрали. Все, все. Так. За Зою у нас все. Продолжаем награждение. Идет охота на волков, которые прошли в марте этого года. А вы что? Красненько. Так. Погадай. Солька дотянул. Крюбик ван. Так, 70. Стукнуло. У А3 РЖВ. термокружку ему так друзья ну здесь скажем так для начала мы его примем в клуб квант у а3 рыгрик есть такой так награждается дипломом тамборский волк сертификат члена клуба один ему хватит так и где она у нас и термокружку ему 70-летие пей горячий чай помогает также термокружка пей чайок помогает так же тем кому за 70 окорков олег термокружка пей чай помогает ну что я вам скажу семидесятники присутствующие у нас закончились вот был один у нас 55 вот где он у нас алексей ру-три-ран ну и чё ж ему 60 стукнуло он еще молодой парень также термокружка пей помогает геннадий 55 геннадий 60 лёг который он угрозил ему 55 сопляков так геннадий 60-летие да но ребята в связи с нашими новыми законами получается что 60 это еще не пенсионер это только предпенсионный возраст через полгода можно официально его поздравить с этим званием так ребят я тут пробегу кому в прошлом году я вас долго не задержу не переживайте за эти годы у нас появились поклонники и при том большая часть за рубежом удивительно но это факт вот а так как мы что-то там кому-то обещали вот хочешь не хочешь приходится исполнять поэтому с хамблок у нас не особо получилось но это нормально не буду потому что сильно уточнять вон еще один Робинзон да это флаг клуба все мы вышли с детства ну и так далее спасибо спасибо ладно теперь конкретно о деле за это время мы собрали более 5000 кюйсо по всему миру притом я повторюсь что большая часть была зарубежной и было бы стыдно это неудобно обещать как бы обещал жениться но это только обещал поэтому мы сделали свой ну вернее свою математику для ну в 21 веке тяжело считать это как бы отчет о соревнованиях а я считаю что это вознаграждение за у него все надо есть поддерживают все страны острова принимал участие и всей душой поддерживают поэтому диплом номер один клуба Тамбовский Робинзон вручается Сергею нашему рассказскому радиолюбителю молодец спасибо серёд да есть вот я хотел бы представить ну я не буду распространяться кому и зачем нужен этот сайт их покажи диплом как Дона Педро в Бразилии извиняюсь за выражение в участие он выезжает с нами и на полевой день и на КВ и на УКВ очень активный и ему можно просто позавидовать хотя человека уже за семьдесят для детей надо к этому привлекать и в том числе не только детей в том числе молодых людей которые вот придут на сцену и нашим уважаемым почётным членам которые засильники так что у людей различный интерес различные направления а в общем-то цель всегда на этаже вот Олег Хокон хочет взять слово за машину за машину за машину за машину за машину мне тогда Виталя отчитался попробуй отчитывай я поставил эти какие-то свои хирурги не могу фотография найти я же контент сформировал и все в и в педагог он обещал породили показал вы большое спасибо Юрь Николаев побольше на эту сторону вот для того чтобы симметрия была